Ядрить она спит. Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, и добро пожаловать в удивительный цифровой цирк! Я ваш конферансье, и именно я вам покажу мозгосминательные челюсти, отвисательные сердца, замирательные новости, которые вышли буквально недавно по нашему цифровому цирку. Что самое интересное, авторы решили всю эту тему особо не распространять, они просто тихо нам преподнесли это, как будто ничего не произошло. Хотя на самом деле произошло, ну, достаточно грандиозное событие. Но это всё-таки настораживает. Всё идёт по плану, и ведь действительно, по-другому и не скажешь. Авторы работают над новыми сериями, возможно, какая-то часть сезона уже готова, осталось всё это дело только озвучить. И мы тогда с удовольствием с тобой вернёмся к нашему новому формату интервью с персонажами из цирка. Кто вы такие? Я вас не звал. Ииии новый эпизод нас уже давно заждался, и никто ни про чего не забыл. Ведь вышел новый тизер. Ну а перед тем, как узнать о новом тизере и вообще много о чём про цифровой цирк, узнай о том, что свежие новости я также выкладываю и в свой телеграм-канал. Туда же я выложил и тизер, без моих комментариев полностью можешь его в тишине посмотреть. Я тебя с удовольствием там жду. Всё-таки я в своей телеге делаю отдельный контент специально для тебя, записываю кружочки, общаюсь с подписчиками в своём чатике, и ты тоже можешь присоединиться к нам. Ссылка на мой телеграм в описании и в закреплённом комментарии. Пара-пара-па! Пу-у-у! Тебе уже не терпится увидеть то, что нам скинули авторы. И сейчас ты вообще офигеешь, ведь ты такого ещё не видел. Концепт Королевы Глоинков. Как тебе такое? Если кому было интересно, как полностью выглядит вот эта грёбаная носочная мурена под названием Королева Глоинков, то авторы решили выложить вот это. Ты даже не представляешь, насколько всё тут запущено. С чего это вдруг авторы нам решили показать её строение, не знаю. Возможно, Королева Глоинков нам ещё встретится в следующих эпизодах. Один хрен нам решили показать, из чего же она состоит. Естественно, если на него так посмотришь, не поймёшь, а где у неё голова. Может быть та, которая сверху? Или та, которая отрыгивает? Или её рот посередине тела, это и есть головной рот? Ну чего томить с самого начала, и так понятно, где у неё голова. Естественно, та, которая жрёт. И говорит. А на схеме она так и называется. Говорящая голова. А та голова, которая сзади, называется рожающей головой. Когда Королева Глоинков что-то съедает, она сразу же рожает новых Глоинков, чтобы они ей приносили всё больше и больше еды. И это она буквально нам демонстрирует при первой встрече. Вот откуда появляются Глоинки. И вот зачем им нужна королева, чтобы их рожать. И крадут они все вещи из цифрового цирка, чтобы накормить свою мамашу. Ну и как на схеме пишут сами авторы, королева у нас похожа на мешок мусора. В принципе, она им и является, потому что она поглощает всякий мусор. Ну и по форме действительно похожа на мешок. А тут так и написано. По форме напоминает мешок для мусора, полный твёрдых предметов. А что это за рты посередине? Они тоже жрут? Но авторы сами не додумались, зачем ей рты где-то посередине тела. Это, конечно, всё прикольно изображено. Сами рты напоминают какую-то молнию не застёгнутую, как тут и написано. Но это не имеет смысла, и не думайте об этом. Да, здесь так и написано. Причём, судя по описанию второго рта, откуда высовывается язык посередине тела, он может появиться откуда угодно. Скорее всего, сама Королева Глоинков — это один большой род. И я так понимаю, если она откроется полностью, то её разорвёт нафиг. Но это чисто физически невозможно. Так что мы понемногу начинаем понимать, а что это за существо? И из чего она состоит? Ну и да, это жир, а это челюсти. Это всё, что тебе нужно знать о строении Королевы Глоинков. И вот мне даже интересно, возвращаясь к тому вопросу, а будет ли она в следующих эпизодах? Она же вроде как рассеялась, и Кейн её не вылечил, как он это сделал с Рогатой. Но давай я тебе напомню. Кейн — это тот персонаж, который является искусственным интеллектом. И он создаёт для местных персонажей всякие задания. Причём с другими персонажами. В простонародье NPC. Так что в принципе Кейн может и создавать NPC, и также их убирать. Получается, что Кейн её, по завершению нашего приключения, убрал. Ведь она вообще-то является как раз тем персонажем, которого создал Кейн. Да, враждебный. Но в этом-то и суть программы, заложенной в Кейна, да и в сам цифровой цирк. Кейн — этакий местный бражник, создающий злодеев. И он также их может убрать. Ну и в целом он создаёт, я так понимаю, различные локации, препятствия. И вообще он может много чего. Ну, с этим-то понятно. Но у нас ещё есть концепт цирка. Самого шатра. И вот теперь мы знаем, как выглядит цирк на самом деле. И теперь мы в курсе примерно, какой он у нас высоты. Ну, где-то в пять этажей. Хотя он выглядит намного больше. Возможно, эти пять этажей с очень высокими потолками. Хотя, находясь в самом шатре, мы видим, что потолки очень высокие. Но эти отмеченные и заштрихованные пять этажей явно для чего-то нужны. Это какие-то дополнительные помещения. Не тот шатёр, в котором гуляли наши персонажи, искали приключения на свою задницу. И вообще тут происходила лютая дичь. Нет, это совершенно другая история. Которая, возможно, нам раскроется с выходом новых эпизодов. И мы наконец-то узнаем, а что это за этажи и что это за комнаты. В самом верху у нас расположено воронье гнездо. Причём оно обозначено как забавное. Не знаю почему и нафиг оно вообще нужно, если у нас Кейн вместе со своим помощником пузырьком летают. Может быть, его убрали. За ненадобностью. По крайней мере, в пилоте я не помню никакого вороньего гнезда сверху. Мне даже сложно предположить, кто бы там мог быть. Возможно, оно понадобится для какого-нибудь очередного нового приключения. В цирке, в шатре, у нас оказывается есть свой замок. Видимо, тоже для какого-нибудь интересного события. Может быть, даже тематического. Тоже связанного с приключениями от Кейна. Ну а это летающие фигуры и башни из пузырей. Не задумывайся над этим. А вот здесь у нас живут в своих комнатах персонажи цифрового цирка. И это помещение обозначено общежитие. Здесь даже изображена на схеме помни, чтобы мы знали, где она живет. Как мы уже знаем, в этом цирке полно всяких странностей. А вот это схема шатра сверху. Блин, мы как на экскурсии. Взгляните, пожалуйста, направо, вы увидите все тот же замок. Взгляните налево, там у нас общежитие. Только люди куда-то пропадают. Но мы надеемся, что они вернутся. Поэтому оставляем их комнаты. А чтобы кто-то случайно не подумал, что там кто-то живет, мы их зачеркиваем. Заселяйтесь в нашу общагу. У нас безопасно. Ну ладно, настало время показать тебе то, зачем ты сюда и пришел. Новый тизер. Тизер ко второму эпизоду удивительного цифрового цирка. Хотя какой нафиг второй эпизод, если даже первый не вышел. Пилотный выпуск как бы считается всегда пробным. Но в целом, если так подумать, то его можно засчитать и за первый эпизод. Но я думаю, что нет. Окей. Ты же помнишь тот самый сайт с Wacky Watch. Там мы видели тизер к пилоту в виде ВХС-кассеты. И поэтому можно предположить, что мы видим второй тизер, который еще не выложили полностью, но уже что-то показали на этом сайте. Перед нами Помни, которая дрыхнет на своей кровати. Видимо, в своей новой комнате. Ну и все. Вот тебе весь тизер. Никаких звуков, дополнительных картинок, изображений. Это просто Помни. И она спит. Знаешь, в жизни можно смотреть на три вещи бесконечно. Это на огонь, воду и спящую Помни сайта Wacky Watch. И неужели это ваш хваленый тизер? Спящая красавица, просыпайся. Вставай, Соня, мы тут вообще-то тизер хотели посмотреть эпика получить. Где тот самый экшен? Вадим! Алло! Ну вообще, кто бы мог подумать, что анимация спящего персонажа может так заинтриговать. Я вообще думал, будет какое-то продолжение, но нет. Она просто спит. Ничего другого в кадре не происходит. Но как бы это странно ни звучало, давай попробуем разобрать тизер. Во-первых, я бы хотел обратить внимание на цвет кровати. Он такой же, как и костюм Помни. Красно-синий в полосочку. Ну и комната тоже, я так понимаю, под стать ей. Тоже в красный цвет. И есть немного желтого. Прям-таки самая настоящая комната для клоунессы. Хотя комнату одного клоуна мы тоже видели. И она была не такой красочной. Комната Гэнгл на одном из артов. Это ж прям какое-то уныние. Комната Помни, при всём при том, что её полностью не показывают. И то красочнее выглядит, чем у Калфма и у Гэнгл вместе взятых. Ну, несмотря на то, что нам показали вообще немного, мы хоть что-то из продолжения узнали. Как раз заглянули в комнату Помни. И на то, чем она там занимается. Она там спит. Напоминает, кстати, ранний концепт картинки, которая была выложена до выхода самого пилота. Там тоже Помни лежит в своей комнате, на кровати. Помещение чем-то похожее, например, красными шторками. И вообще вот этим красно-жёлтым цветом. Только кровать совершенно другая. И вокруг Помни бегают маленькие летающие кейны. Это мои сны при температуре 38, ничего страшного. Ну а ждёшь ли ты выхода следующего эпизода? И, может быть, я задам странный вопрос. Но понравился ли тебе такой тизер? По крайней мере, его так все называют. Напиши своё мнение в комментариях. Заодно напиши, что ты думаешь, что будет дальше. Ну и не забудь подписаться на мой канал. Нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте, на мой телеграм-канал тоже подпишись. Все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись ему себя на странице или со своими друзьями. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok